Все начинается с запрещенной музыки, спорящей, вечеринки, наркотики и расклеения малолетних. Подсудимое обвинение вам понятно? Обвинение мне понятно, гражданин судья, но я не виновен. Нужно будет все аккуратненько сделать, соблюсти все формальности. Главное, чтобы никакого шанса на апелляцию. В этом ты у меня мастер. Если мы ошибемся, то маньяк будет на свободе. А можем и расстрелять невиновного. Вот и выбирай. Принимайте решение. Я на вас не давлю. Свою точку зрения я не навязываю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушка, вы что не видите, куда едете? Простите, я не специально. Держи. Держи. Маринка! На, забирай свое добро вроде твое. Наши с другими наклейками. Держи. О, спасибо. Доехала, моя хорошая. Получаю из надежных мужских рук. Из мужской надежной кладовки с продуктами. Спасибо, Коль. Чуть не забыла. Домой охота, сам понимаешь. Конечно. Ладно. Пошли. Пойдем. Ну что, ребят, спасибо. Счастливо. За хорошую работу на рейсе. Отдыхаем до среды. В среду уходим опять. До свидания. Счастливо. До свидания. Не расслабляйтесь. Здоровья береги. Давай. Счастливо. Давай. До встречи. Ну что, отдыхаем. Ага. Пока. Привет. Привет. Светлый в домах? Ну да. Вся в хлопотах. Ты еще знаешь. Ну да. Ну, принимайте торт. Давай, возьму. Нинок, приветики. Светлочка, вот торт. Тортик? Доставка свадебного торта. Ой, Нинка. Спасибо тебе огромное. Я, я такая счастливая. Это все благодаря тебе. Да мне-то за что? Ну, ну это ты меня с Пашкой познакомила. Без тебя бы ничего не было. А, а ты заходи. Да. У меня там Милка сидит. Шампанское выпьем. Нет, нет. У меня еще куча дел. Да и у вас тоже. Увидимся на свадьбе. Да. Пока. Ну ладно. Нинок. А? Ты точно на меня не обижаешься, что мы со Светиком? Женимся. Не обижаюсь, Паша. Очень рада за вас. Паша! А ты чё там стоишь, а? Куда ты утюг делал? Домой иди, а? Ну что, совсем ничего нельзя сделать? Миша, ну, мы пытались, конечно. Но ты пойми, что я и твоя мама, мы совершенно разные, поэтому не смогли договориться. Ну, а если нам вместе поехать отдыхать? А ты там с мамой помиришься. Или давай что-нибудь маме подарим? Вот что ей нравится? Ну, может, и стоит попробовать. Может, и стоит попробовать. Классное мы тебе платье выбрали. Завтра все обалдеют. Ну, то второе мне тоже понравилось. Ну, тоже ничего. Главное, что заранее купили. Светочка, я нашел утюг. Спасибо тебе, солнышко. Так, ну-ка, давай отсюда. Давай-давай-давай. У нас тут секреты. Давай, иди. Торты тебе нравятся? Да, Нинка превзошла саму себя. А не маленький? Да куда больше. Гостей и так немного. Знаешь, даже жалко, что такую красоту завтра слопают. Давай сфоткаем? Давай. Да. Мила, сейчас как… А ты не хочешь его проверить? В смысле? Ну, не знаю. Вдруг тебе Нинка решит отомстить за Пашку? Нина? Нет. Нинка, она хорошая. Знаешь, даже как-то неудобно с Пашкой получилось. Теперь мы все замужем, а она одна. Как бы ее пристроить? Пристроить? Это точно Нинке не нужно. Ей романтику, красоту подавай. Ну что, достаточно красоты и романтики? Более чем. А это кто? А это Мила Грек. Зовут его Константинес. Красавец-мужчина. Миллионер, между прочим. От сердца отрываю. Подожди, Светик, а откуда он у тебя в друзьях? Я вот в прошлом году, когда себе мужа искала, познакомилась с ним, переписывалась в интернете. А он как раз себе красавицу, невесту русскую искал. И ты выбрала Пашку? Можно и так сказать. Смотри, что он тут пишет. Это судьба. Ищет кондитера. Ему нужен торт на его яхту. Неси фото торта. Будет встречать закат на Санторини. Или рассвет. Ребята, наши следующие на регистрацию. Где жених с невестой, а? Ну, наконец, подъехали. Ну, что ж, Рафа. Всем привет. Ребята, вы что, опаздываете? Любимая. Да? А вот и мы. Здравствуйте. Все пришли еще. Бокалы наливайте. Давайте, давайте. Так, кому еще? Моя хорошая, ты чего? Ну, да. А давай я тебя поцелую. Вот так. А что ты делаешь? Василий Петрович, хватит вам. Поздравляй, вы у нас тысячные брачующиеся. Хлеб да соль вам. От всей души. Не-не-не, мы не женимся. Где тут разводиться? А если у вас документы с собой и детей нет, то вам восемнадцатую комнату. Детельность. Тогда в суде разведут. Следующих на двенадцать тридцать готовь. Тебе вообще ничего нельзя поручить. Ну, извини, не каждый день развожусь. Да, Боречка, представляешь? Оказалось, что нам нужно не в ЗАГС, а в суд. Да, теперь все откладывается. Хорошо, спасибо. Хорошо. Я надеюсь, мы скоро будем… Сейчас Вейводик приедет. Он да нам за счет. Потому что, в отличие от тебя, он умеет решать проблемы. Да, конечно. Я очень надеюсь на это. Надеюсь, мне точно понравится. Что вы делаете, ну? Извините, пожалуйста. Я иду, иду. Да-да-да. Отплевать что-то. Там на тебя на месте. Специально. Ну как, все в порядке? Спасибо тебе, Боречка, спасибо. Всего месяца нас разведут. Здравствуйте. Ладно, ладно, давай дома. Привет. Добрый день, Борис Павлович. Спасибо, что помогли с разводом, а то Лена переживала. Да ничего, ничего. Что уж я там помог-то, сами бы справились. Обычное дело, это просто у нас Лена такая, переживательная. Да, она такая. Ладно, что говорить-то, перекантуюсь у мамы, Мишку буду навещать, как обещал. Ну, поехали. Папа, Костя. Кость, дело есть, надо поговорить. Хорошо. Звучит дубль. Да, иди-то. Нин. Нин. Нина. Ну, что? Готовность номер один. Бросай! На, тебе нужнее. Правильно, Свет. Правильно, молодец. Нинка. Привет. Привет. А как же первое утро после свадьбы? Не говори. Оно у всех одинаковое. Башка болит. И с Пашкой успели поругаться. Этого не может быть. Ладно, это все пустое. Займемся тобой. Ты букет ловила? Ловила. Теперь твоя очередь. Получай. Это что? Это тебе за Пашку. За тортик и вообще за все хорошее. Нравится? Закат красивый. Нина, ты на мужчину смотри. Это, между прочим, твой жених. Какой жених? Будущий. Красивый и богатый. Ну, это я вижу. А я-то тут при чем? Ну, а он тебя приглашает к себе на яхту на Санторини. Покупаешь билет до Греции. Летишь в Ираклеон. А там два часа на катере и ты на Санторини. А как будешь на месте, позвони ему. Он тебе, кстати, вот тут телефон написал. Ага. Потом он тебя заберет и отвезет к себе на яхту. Ну, а там разберетесь. У меня нет денег на билет. Нина, есть горящее предложение выйти замуж. Нин, ну, если что, денег я тебе одолжу. Ну, раз такое дело. Девочки, я взрослая женщина. Я не поеду к какому-то неизвестному греку в неизвестную страну, непонятно зачем. Почему? Потому. И фотографии, которые вы ему послали, ей уже пять лет. А она сама от меня шарахается. Так у тебя есть две недели, чтобы подготовиться. Похудеешь, загоришь, пресс подкачаешь. Выучу греческий. Нина, ну почему ты не хочешь хотя бы попытаться? Ой, дядя Коля, а что с вами случилось? Где же вы так? Ох, не нога. Зацепился за якорь. Там на набережной какую-то ерунду городят. Да что вы. Ну, я в темноте не заметил, ну и споткнулся. Ну, потом еще, конечно, после рейса. На грудь немножко принял, если честно. Ой. Чем же вам помочь? Может, в магазин сходить? Да не, в магазин-то я и сам доскачу. Мне вот теперь в рейс как идти? Ты понимаешь, какая вещь? Я ж пока буду сейчас на этом больничном, возьму другого. Понимаешь, и место я потеряю. Да ну что вы, дядя Коля. Ниног, Ниног, ты же у нас кулинарный заканчивала. Так, значит, умеешь готовить? Скажи, так у тебя медицинская книжка есть, а шенгенская виза есть? Есть, но… Подожди. Стоп, 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 стоп. Слушай, это идея. Это идея. Сходи за меня в рейс. Один раз, я тебя прошу. Ты понимаешь, мы в Ираклеон идем. Через неделю Санторини проходить будем. Ох, какие там закаты! Красота! Дядя Коля, то я не умею. А что там уметь-то? Ну, давай, решайся. Ну, один раз, может, такой шанс в жизни выпадает. Что-то ты бледный какой-то, Константин. Отдохнуть не хочешь? Отдохнуть? Где? А, в Греции. На Санторини, к примеру. Там, говорят, закаты красивые. В отпуск отправляете? Ну, можно и так сказать. Заодно и проблемку одну решишь. По ходу дела, так сказать. Какую? Информация есть. Контрабандный вывод с Алмазов в Грецию. Вот пойдешь в рейс на сухогрузе Казма, Прутков. Сколько времени на подготовку? До завтра. Завтра в восемь утра. Должен быть в порту. Пойдешь с ними в рейс. Боцманом. Ну, тут подготовки месяца на три, как минимум. Ничего, готовиться и все изучать будешь по ходу рейса. Это приказ, Костя. Есть приказ. Девочки, а вы мне письмо от этого Грека отдайте? Как его зовут хоть? Что он там пишет? А я его дома оставила. Но там все равно все на греческом. А ты что, греческий, что ли, знаешь? А зачем? А онлайн-переводчик тебе на что? Там все очень просто. Зовут его Константин. А телефон я тебе эсэмэской вышлю. Так, ты лучше посмотри, что мы тебе в дорогу подготовили. У тебя будет неделя на подготовку. Это чтобы тебе подтянуть греческий. Греческий. Это подтянуть фигуру. А это изучай греческую кухню. Но смотри, особо не налегай. Да, тебе по работе нужно доплыть до Греции и похудеть. Все, Нина, с этого дня ты на диете. Девочки, я же без сладкого не могу. Ну, отлично. У меня есть шоколадная диета. Значит так. Берешь плитку шоколада, съедаешь ее и больше ничего в этот день не ешь. Хорошо, я попробую. Так, давай. Девочки, спасибо вам. Это все так неожиданно. Замечательно. Но ты только нас на свадьбу позови. Мы тоже хотим посмотреть закат на Санторини. Все, удачи. Давай. Пойду. Не пуха. Не пуха. Не пуха. Слушай, Свет, может зря мы ей ничего не рассказали. Она же подумает, что он… Что он что? Грек есть? Есть. Он ее позвал. 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 Ну, а зачем и для чего они сами разберутся. Закат это будет. Или рассвет. Ну, да. День добрый. Это снова Выводин. По тому же вопросу. Нам нужно в судовой штат внести нашего человечка. Ага. Все, Мушкин. Константин Игоревич. Копии документов мы пришлем. Ага. Всего хорошего. Ну что, Кость, давай в отдел, там получишь спутниковый телефон и протокол связи к нему. В телефон уже забиты мой номер, моего заместителя и дежурного оперативного штаба. Понятно. Времени совсем мало остается. Тебе еще собраться, подготовиться. Легенду и подробные инструкции получишь в отделе. Давай, Кость, постарайся. Нужно вычислить эту крысу и где она прячет алмазы. Она? Эта женщина, что ли? Не, я просто думал, что там мужской коллектив. Есть у нас одно подозрение насчет их Кока, Николая. Но мы проверили, вроде не он. Женщина на судне тоже есть. Врач Марина. Но тоже не похоже. В общем, давай действуй сам, решай по обстановке. Удачи. Есть удачи. Борис Павлович. Ага. Я просто хотел узнать у вас там, как там Мишка. Да ничего, прослежу я за твоим сыном. Поедешь к бабушке в деревню, там у нее хорошо. Угу, тоска смертная. Перестань. Ну, может мы в порт зайдем, папку проводим. Куда? Контрабандистов ловить. Чего? Откуда ты знаешь про задание? Костя проболтался? Не, папка все как надо рассказал. Про боцмана, а про контрабандистов я сам догадался. Так, никаких портов, никаких папок. Собирайся, у нас с дядей Борей еще очень много дел. Ну, мам, можно я сам? Нет. Ну, я потом к бабушке на автобусе. Там установка рядом. Я ж трос уже с вами ездил. Я взрослый. Взрослый? Тебе одиннадцать. И чего? Ничего. В моем возрасте уже Гарри Поттера в Хогвартс учиться взяли, а тут все так к бабушке. Да ну что ему сделается-то? Пускай едет. Так, стоп. Деньги есть? Телефон заряжен? Адрес помнишь? Приедешь в порт, позвонишь. Сядешь в автобус, позвонишь. К бабушке приедешь, позвонишь. Вперед. Все будет хорошо, мам. Я не знаю, может быть. Ли. На руку переходи осторожно. Ну, наконец-то. Неужели я опаздывала? Ты когда-нибудь на часы смотришь? Пойдем. Здесь нельзя опаздывать. Идем. Дядя Коля, вы простите меня. Я просто всю ночь собиралась. Я так волновалась, не могла уснуть. Ну, а потом легла и, конечно, не услышала будильника. Ладно, ничего. Я договорился уже с капитаном. Потом быстренько введу в курс дела и все будет нормально. Ну, пойдем, пойдем. Насмотришься еще. Пап, я одним глазком только корабль посмотрю и сразу обратно. Ну, давай, принимай свое рабочее место. Кастрюля у нас здесь. Вот. Опа. Сковородки у нас здесь. Проверь. Угу. Завтрак у нас, возьми это, в семь нульной. Так. Обед у нас в тринадцать. Ужин в девятнадцать. Согласно судовому распорядку. Угу. А меню? А, меню. Сейчас. Сейчас меню. Вот тебе. Вот, держи. Это справочник судового повара. Так. Составление меню из расчета сырья по меню раскладки. Питьевой режим моряков. Профилактика пищевых отравлений. Сейчас. Вот. Я тебе скажу так. У нас здесь все по-простому. Угу. Экипаж привыкший. Так что готовь самые простые блюда. Что дома, то и здесь. Угу. Помни только, что десять мужиков в открытом море жрут больше, чем двадцать на суше. Хе-хе. Да. Поэтому норму бери всегда с запасом. Вот и все. Ну, давай. Пойдем. А где же, где продукты брать? Продукты? Какие продукты? С продуктами и дурак сможет. Пойдем, покажу. Опа. Добрый день. Вы капитан? Ну, допустим. Я Семушкин. Вас должны были предупредить. Я ваш новый боцман. А, да. Мне звонили по вашему поводу. Как вообще вы во флоте? Хоть обязанности свои знаете? Ну, так, теоретически. Согласно судовому расписанию, боцман обязан осуществлять профилактику и ремонт судна. Распределяй подчиненных, обеспечивай безопасность и следи за готовностью спасательных шлюпок. Ну, в общем, какое-то представление вы имеете. С деталями будем разбираться уже по ходу. М? Профилактика — вещь, конечно, хорошая, но главная обязанность воцмана — это следить за командой, помогать им, решать проблемы. Запомните, контроль за экипажем — вот что важно. Если я правильно понял звонок мне, именно это вам и поручено? Да, именно так. Пойдемте, представлю вас экипажем. Ты бог возник. Заболел? Кто что знает. Сем, что-то я боцмана не видела. Отходим же с пора. Может, опаздывай. Нет, конечно. А может быть, это уже не менее. Здрасте, Сергей Дмитриевич. Значит так, в этот рейс с нами пойдет новый боцман — Константин Семушкин. На сухогрузок никогда не ходил, но, я думаю, поможем, если что. Поможем, чего не помочь. Вопросы? А куда Сомов делся? Что случилось? У Сомова опять тяжелая семейная ситуация. Я вам боцмана представил? Представил. Что делать? Знаете. Приступили к работе. Ну, все, пойдем? Ну, все понятно. Значит, не опоздал. Мишка, а ты где? А ушел уже? Так не попрощались. А, на автобус. Ну, ясно, ладно. Давай. Вот. Кладовка. Самое главное место на корабле. Ну, после капитанского сейфа, конечно. Теперь главное запомни, она всегда должна быть закрыта. Вот ключи. Согласно судовому расписанию. О! А почему так строго? Воруют вас, что ли? Ну, не то, чтобы воруют, но подворовывают, конечно. То пару банок тушенки пропало. Ну, это на закуску. То вот, ну-ка. Икра кабачковая. Ну, это так. Ладно, осваивайся. Ну что, Нинок, удачи тебе. Как говорится, попутного ветра и семь футов под килем. И спасибо, что выручила. Давай, располагайся. Опа! Счастливо! 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 Заступай! Я хочу по местам швартовки стоять. Отдать швартовы. Борис Павлович, есть информация. На судне внезапно поменяли кока. Еще одна женщина, Нина Кудрина. А, вы уже в курсе? Просто подозрительно. Да не, не потому что женщина, а потому что так внезапно. Ну, в общем, я займусь ею. Мишка, да, он приходил провожать. Так он уехал к тёщу. Ну, в смысле, к бабушке. Угу. Все, до связи. Первый раз в море? Да. Как вы догадались? Давид у тебя больно. Сухопутный. Кстати, Семен Петрович, старший помощник. Нина, повар. В смысле, кок? В смысле, да. Да. У нас на флоте каждый предмет, даже каждая профессия свое название имеет. Вот, например, дед, старший механик. Я старпом, чиф, ну или шеф. А боссман — дракон. А на корабле как что называется? Да очень все просто. На носу бак, на корме, ют. На камусь и боку. Да. Да. Так, это всего лишь завтрак. Это всего лишь каша и обычный омлет. Каша и омлет. Скоро завтра ходят? Народ интересуется. Да, да. Одну минутку. Уже совсем скоро. Ты же сказал, одну минуту. Добрый день. Я ваш новый боцман. Меня зовут Константин. Ну, так сказать, решил прийти и познакомиться, заодно и проконтролировать, как у вас тут все. Очень приятно. Я Нина, кок, и я немного занята сейчас. Да ничего, ничего. Работайте, я мешать не буду. Вот так. А скажите мне, Нина, а что входит в ваши обязанности? Приготовление завтрака, обеда и ужина. Сохранность продуктов и уборка на камбузе. Каша. Да, да. На завтрак омлет и каша. На обед первое, второе блюдо и компот. Я говорю, каша у вас подгорела. Я просто с детства ненавижу этот запах. В общем, позже зайду. Как подгорела каша? Когда я на Дальнем Востоке служил, нам на завтрак каждый день икру давали. Мы ее видеть уже не могли. Хлеб с маслом ели, а икру выбрасывали. Что ты врешь-то? Где ж ты так служил-то? На подлодке. По пятой норме довольствия положено икра. Положено-то она положено. Да не положено. Честно давали, ну. Что ты со своей икрой, честное слово? Вот мы когда по Дальневосточной Азии ходили, помнишь, Дмитриевич, у нас с Коком паренек был. Чан Ван. Ван Чан. Ну, Ваньку по нашему. Так он нам на завтрак подавал супчик фо. Остренький, с говядинкой. Там всякие коренья. О! Вот, пожалуйста. Завтрак! Давай-давай, Серега, неси. А, щас. Чё ты как-то… Вот. Не понял. Это что? Да. Удивила, Нина. Повар. Сергей Дмитриевич, с вашей язвой вам противопоказана сухометка. Спасибо, я помню. Так, всё. Я на камбус. Разбираться, что там к чему. Приступайте, пожалуйста, к приему пищи. Жалобы в установленном порядке. Митинговать будете, когда вернёмся домой. Боюсь я, что с такой жратвой мы до дому не дотянем. Да. Какие дела, братва. Да. Нина, в чём дело? Каша подгорела. Ещё-то качают тут. И этот ваш боцман… Николай сказал, вы кок. Я кондитер. Понятно. Значит так, мы с вами в открытом море. Кока я здесь нигде не найду. Но уверены мне, экипаж должен быть сыт, здоров, трудоспособен. И это ваша персональная, я бы сказал, личная ответственность. Вам понятно? Понятно. Понятно. Идите. Отдыхайте. Вот, смотри, завтраком остается. Ха-х! 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 Женщины-объекты редки на корабле. К ним всегда особое повышенное внимание. Это я к тому, что боссман новый на тебя запал. Но у нас с этим строго. Если руки начнёт распускать или намёки всякие, ты ко мне сразу. А лучше к капитану. Хорошо. Давай. Запал? Может потому, что он не был на завтраке? Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Что я слышу, Мариша? Да ты никак ревнуешь. Привыкает у тебя не единственная женщина на корабле. Но я единственный врач на этом корабле. Единственный и неповторимый. Это точно. Ха-ха! Ним, подожди! Хочешь, я тебе с готовкой помогу? Я Николая пару раз заменяла. Ничего сложного. Нет, капитан сказал, что это моя личная, персональная ответственность. Ну, раз капитан сказал, значит, дело серьёзное. Передумаешь, зови. Я с радостью. Спасибо, Марина. Ах! Неужели съела столько шоколада? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да ничего не нравится, если чего вы решили. А вы мне тоже совсем не нравитесь. Да? Ну, я хотела сказать, что вы совершенно не в моем вкусе. Ага. Ну вот, наконец-то все и выяснили. Хорошего дня. И вам. Ага. Борис Павлович, это Семушкин. Костя, говори громче, что у тебя там шумит? Так как, что шумит? Море. Море, Борис Павлович. Просто в каюте-то телефон не ловит, поэтому я вот... Что по поводу Кока нового? Запрос отправил, пока ничего. А у тебя? Я просто уверен, что это она. Она готовит плохо, мало и ведет себя вызывающе. Каюту ее обыскал? Нет, обыщу еще. Борис Павлович, я хотел спросить, как там Мишка? Да нормально все у него. Он у бабушки пишет, что все в порядке. Костя, давай этот номер использовать только по работе, ладно? Хорошо, понял. До связи. А вы не меня ищите? А моя каюта вон, чуть дальше. Нет, мне в эту. А мне показалось, вам плохо. Можно я посмотрю? О, ну, конечно. Явные симптомы желудочного рефлюкса. У меня таблеточки есть от укачивания. Вы первый раз на море? Нет, конечно, нет. У меня просто, видимо, что-то съел не то, поэтому... От желудка тоже есть таблетки. Хорошо. Как вас зовут? Марина. Марина, спасибо, конечно. Но я позже зайду. Спасибо вам. Буду ждать. Буду ждать. Угу. Константин, а что вы делаете в моей каюте? Проверяю порядок в каютах. Это входит в ботсманские обязанности. А поедание моих личных шоколадок тоже входит в ваши обязанности? Не-не-не, это не входило. Я просто не удержался. Простите. Знаете что, Константин? Пойдемте к капитану и расскажите ему, зачем вы мешали готовить мне борщ. Ведь это из-за вас я положила вместо соли, соду. И вообще, почему вы меня преследуете? Выйдите из моей каюты. Да? Здрасте. Что случилось? Случилось. Мне кажется, что наш ботсман злоупотребляет своим служебным положением. Во-первых, он все время трется на камбузе и мешает мне готовить. Ну, правильно. Он ботсман и он контролирует работу экипажа. А во-вторых, во-вторых, я только что застала его в своей каюте с совершенно неясными намерениями. Стоп. Сейчас разберемся. Сейчас разберемся с неясными намерениями. Иди. Все нормально. Разберитесь. Ага. Разберемся. Я же это поделаю. Я ведь не просто так. Нина, вернитесь. Да? Значит так. Я принял решение. Разбираться будете сами. На три часа ботсман полностью в вашем распоряжении. Будет помогать вам на камбузе. Ботсман, наряд вне очереди. Ясно? Есть наряд вне очереди. Ага. Оба свободны. Вахтиному матросу подняться в руку. Да, войдите. Дмитрий Дмитриевич, на мостик зовут. Сводка по погоде пришла. Сторм идем. Я же абсолютно ничего о вас не знаю. Он художник, а я баба мент. Зачем ему такая? Слушайте, а где статуя? Надо искать. Вуаля. Шикарно. Под нами целый район. Тоннелями изрыг. Тесно. Куда он ведет? Вы задержаны по подозрению в граже в особо крупном размере. Это шутка? Леонид. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Дядя Коля ногу сломал Я подумала, что нужно ему помочь А потом Вдруг это моя судьба Судьба, значит А что, рядом женихов не было? Почему? Были Паша, например Неделю назад моя подруга за него замуж вышла А до этого мне полгода рассказывал, что я у него единственная Ненавижу врунов Ну а ты, Костя Как ты на корабле оказался? Ведь ясно же, что ты не Боцман Так же? Ну, развёз Решил начать жизнь с ноля Ну а вдруг это моя судьба? Вот так прямо и решил Что там происходит? Не знаю, пойдём посмотрим Нcu — Чего? Свар restorati Неда! Неда! Не слышу! А-а-а-а! Объяснись! А-а-а! А-а-а-а-а! Умите! Все, заходи быстрее. Раздевайся. Живо раздевайся. Давай. Все хорошо. Иди раздевайся. Снимай все мокрую одежду. Я не смотрю. Все хорошо. Все будет хорошо. Костя, Костя. Все, давай. Ложись под одеяло. Укрывайся. Все хорошо. Все хорошо. Костя. Костя, пожалуйста, не уходи. Пожалуйста. Мне на палубу надо вернуться. Ребята помочь. Ладно, иди. Хорошо, я останусь ненадолго. Ложись. Спасибо. Ложись, отдыхай. Спасибо. Все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Помоги. Алло. Информация по новому Коку есть? За границу не выезжала. Получила первую туристическую визу. По образованию повар. Вроде не она. А у тебя что? Да. Да просто... Легенда у нее какая-то, ну такая... Очень странная. Да и сама она подозрительная. Слушай, Костя, я понимаю, ты сейчас обижен на женский пол, но давай как-то не будем на этом концентрироваться. Давай посерьезнее, ладно? Ты теперь всех теток будешь во всех грехах обвинять. Да нет, я... Я ж не про это, я... В общем, я понял, да. Все, конец связи. Готово почти. Сейчас, я сейчас. КОНЕЦ Ты сдурела? Это же спецсвязь через спутник. А мне и нужна спецсвязь. Угу. Мама не отвечает, Миша не отвечает. Да на огороде твоя мама картошку сажает. А телефон под подушкой забыла. А Миша? А что Миша? Он же эсмэску прислал? Прислал. Что доехал нормально. Угу. Ну вот и пускай погуляет. Вот я в его годы, знаешь. Интересно. Ммм. Костя. Миша. 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 Это ж шторм. Кошмар какой-то. Да, да. Марина, Марина, все потом. Нина, я спросить хотела. Потом послезавтра. Нина! Нина, Антон! Не спросить нужно! Амель, нет, лучше каша. Почему именно каша? Можно же что-нибудь другое приготовить. Нина! Что у них тут есть еще? Что это за пакет такой? Вот это деликатес. Нина, что случилось? Я пыталась приготовить завтрак. Кексы, блины. Пыталась? Значит, завтрака опять не будет? Ну, что на этот раз вам помешало? Вот. Слушайте, ну, это уже переходят все границы. Вот именно. Переходят границы. Перевозят через границу. И где вы это обнаружили? На полу. Разбилась банка, видимо, во время шторма, с икрой и вот. Пожалуйста, никому ни слова. Нина? Кок? То есть, взяла сама и принесла? Ну, да. Так, получается, это не она? А вы ее подозревали? Конечно. Нет, ну, это хорошо, что… Что вы ошиблись, это хорошо? Нет, что не она. Но все равно хорошо. Ну, в общем, будем искать. Что с этим-то делать? Перечь, как зеницу ока. Вернемся на родину, сдадим властям. У вас сейф есть ведь, да? Да, конечно, есть. Самое надежное место на всем судне. Ага. Нина, а кексы будут? Две минуты. М-м-м, как вкусно пахнет. Можно? Ай. Нина. Я знаю про алмазы. Это твое? Твоя контрабанда? Наоборот. Что значит «наоборот»? Что значит «наоборот»? Так ты… Ты врал все про мечту, про то, что решил начать новую жизнь? Почему я… Я не врал. Я просто не мог сказать, потому что ты была главной подозреваемой. Так это же еще хуже. Нина, я… Значит, ты спасал меня тоже? Только для того, чтобы главный подозреваемый не вывалился за борт. Почему? Я искренне тебя спасал. А души? Угу. Все понятно. Ну и что? Теперь, когда выяснилось, что я обыкновенный, ничем не примечательный кок. Чего тебе-то мне надо? Почему обыкновенный? Ты не обыкновенный, ты… Ладно. Алмазы где нашла? А ты не смотришь. Ладно. Покупите меня. Ладно. Сейчас. Вот в том углу банки с укрой. А та банка где? Выбросила. Ее осмотреть надо было? Вот, пожалуйста, другие банки с икрой. Осматривай сколько хочешь. Край деликатесный кабачковая с морковкой с луком. У кого еще есть доступ к кладовке? Ключи только у меня и у капитана, наверное. Та банка где стояла? Здесь. Так. Не трогай ее. Будем ждать гостей. Та банка. Алло, мам. Привет. Алло. Алло, мам, привет. Как у вас дела? Как где Мишка? Он три дня как к тебе уехал. Вы что, там все с ума посходили? Да, почему ты сразу не позвонила? На каком огороде, мама? Миша к ней не приезжал. Она говорит, что получила эсэмэску, мол, от меня, что он едет не ко мне, а в гости. А ты не отправляла? Конечно, не отправляла. Я в своем уме. Так, а что, Миша на телефон не отвечает? Не отвечает. Так, спокойно. Лена, спокойно. Все в порядке, мы его найдем. Нам нужен какой-то, какая-то его фотография. Из последних. Надо Косте позвонить. У тебя же есть телефон для связи с ним? Ты что, это служебный телефон для экстренных случаев. Послушай, пропажи моего сына и есть экстренные случаи. Кто, Борис Павлович? Это Лена. Что? Это Лена. Что Лена? Это я, Лена. Ты в курсе, что твой сын пропал? А что случилось-то? Сын у тебя пропал. Как пропал? Вот так. Сказал, что поедет к бабушке. Ну, то есть, он и поехал к бабушке. И где он, я не знаю. Эй, кто-нибудь! Выпустите меня отсюда! Да ну, кто-нибудь! Ну, пожалуйста! Нин, а скажи, пожалуйста, ты ничего на корабле подозрительного не замечала? Нет, а что случилось? Да у меня сын пропал. Он что, здесь, на корабле? Есть такое подозрение. КОНЕЦ 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 Это ты во всем виноват. Надо было самим отвезти его к бабушке, а то он взрослый, он сам. Кажется, я его действительно недооценил. Если он сам смог сбежать на корабль, значит, уже слишком взрослый. Что же нам делать, Боря? Да ничего не надо делать. Успокойся и ждать. Заявление мы подали. Чего ждать? На суше его будут искать спецслужбы, а на море твой Костя. Это я во всем виновата. А если он утонул? А если с ним случилось что-нибудь? Леночка, все будет хорошо. Я сделаю все, чтобы найти Мишу. Все. Ну, чё, вроде все обыскали уже. Мне кажется, он на берегу остался. Прости. Хотела тебе помочь. Да не, все хорошо. А ты молодец. Нет, правда. И вообще, ты очень хороший товарищ. Замечательный друг. И вообще, ты такая решительная женщина, что... Я думаю, что если твой сын пошел в тебя, то за него не стоит беспокоиться. А ты уверена, что я не в твоем вкусе? Я не уверена. Не уверена. А ты? Да я уж как-то сомневаюсь. Может, проверим? Папа. Папа. Нашелся. Что же ты ел все это время? Ну, я из дома кое-что взял. И кое-что тут удалось найти. Теперь понятно, кто таскал мои шоколадки. Как ты вообще здесь оказался? Ну, я это... Папа пришел провожать. А потом сказали, что отплываем, все забегали, и я побежал. А там лестница вниз какая-то. Зачем? Ну, как зачем? Я... Папе помочь должен задержать преступников. Папа без тебя не справится. Ну, помощники-то никогда не мешали. Нина, а как вы сюда попали? А? Я? Так, вообще-то, это мы его нашли. Ну, в общем, она уже в курсе всего этого. По закону, капитан, если обнаруживает неучтенного пассажира, должен обратиться в береговую службу, зайти в ближайший порт и сдать его, то есть тебя там. Нет, пожалуйста, не надо меня сдавать. Это если тебя нашли. Но мы не нашли тебя пока. Мы тебя завтра найдем, точно. А завтра уже будем в Греции. Завтра? Да. Так быстро? Все, Леночка, время, время. Все, нашелся, успокоилась? Успокоилась? Как я могу успокоиться, когда мой сын находится на корабле, на котором будет проводиться спецоперация? А спецоперацию возглавляет мой бывший бестолковый муж. Да не такой он у тебя и бестолковый. Боря, это опасно. Лен, там нет ничего опасного. Костя просто вычислит курьера, и его возьмут при передаче груза. Греческая полиция в курсе, обеспечит прикрытие. А если начнется перестрелка? А если его затопит? А если он взорвется, в конце концов? Не нагнетай. Я еще не начинала. Значит так, сейчас мы собираемся и вылетаем в Грецию. Я хочу забрать Мишу до того, как все это начнется. Ты обещал сделать все, что от тебя зависит? Вот и делай. Есть, товарищ командующий. У вас руки холодные. Ничего страшного. Так, вот это вот таблетки от кашля, это от температуры. Может, все-таки в лазарет его положить? Я не хочу в лазарет. Мы как-нибудь сами справимся. Ну, справляйтесь. Ну что, боец, давай глазки закрывай и все. Дай мне ключи от подсобки, я пойду банки проверю. Градусь нет, посмотришь? Градусь нет. Да. Хорошо. 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 Сухогруз Козьма Прутков Говорит капитан Крылов Прошу разрешения зайти в порт для разгрузки Оставайтесь на рейде Порт переполнен Причал для вас освободится только завтра Я понял, спасибо Вот черт Еще сутки будут мариновать нас здесь на рейде Сухогруз Козьма Прутков Портовая служба вызывает капитана Это полковник воеводин Добрый день Собираемся к вам с дамой Примете? Да, конечно примем А можно узнать цель визита? Там мальчик один у вас обнаружился Забрать хотим А, ну да, конечно, ясно Забирайте В порядке исключения Никто ничего не узнает Сутки еще не прошли Уже полковник на голову свалился Где Миша, где он? Здрасте Где? Приветствую Где мой ребенок? Иди Все равно придется сдаваться Мам Мишастик, ну как ты? Ну как ты так с матерью? Прости, прости, прости Прости, мой хороший Прости, все, пойдем Пойдем отсюда, пойдем Ну нельзя же так Костя, Костя, иди сюда Тебе надо, ты иди Я к тебе в Грецию приехала, тебе мало? Мне? Мне много Вижу их, звони курьеру Все в порядке Груз у вас Действуем по плану, да Через 30 минут воду Поехали Ой, Нино, как я тебе сочувствую Ну что ж делать, если все нормальные мужики женаты Видно, наша доля такая женская Леночка Две минуты дай нам поговорить, пожалуйста Ну что ты встал, драй Ты не можешь к своей жене трех шагов сделать Бывшей жене, Лена, бывшей Подойди, пожалуйста, ко мне Простите, вы, если долго еще разбираться собираетесь Я Мишку к себе заберу Тут ветер Миша Пойдем на кампус Костя, подойди ко мне Я всю семейную жизнь только и слышу Мне работать надо, мне работать надо Я прилетела к тебе на край света Ты не можешь выделить мне несколько минут поговорить? Я слушаю, говори Мишка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вечером температура была, так что нечего тебе на ветру полоскаться. Садись, сейчас я тебе молока подогрею. Ну, я не люблю молоко. А с медом? Другое дело. А знаете, зачем я на самом деле все это устрою? Наверное, чтобы помочь папе поймать контрабандистов? Ну, это тоже. На самом деле, я хотела бы, чтобы мама с папой помирились. Они все время вот так вот ссорятся, потому что мама считает папу неудачником. Это неправда. Твой папа, он, он не неудачник. Ну, конечно, я тоже так думаю. Но мама считает иначе. А вот если бы папе удалось выполнить это задание, ему бы дали и звание, и медаль. Как вы думаете, мама смогла бы полюбить папу обратно? Я не знаю, Миш, любит же ведь ни за звание, ни за премию, ни за что-то конкретное, а иногда и даже вопреки. Вижу, левее, вытаскивай. Ничего нет. Звони курьеру. Алло. Да, сделала все, как договаривались. Конечно. Бага пустая! Мы едем к вам! Не отдашь товар, бьем! Так, только не надо мне угрожать! Проверка документов. Сообщите капитану, пусть соберет команду на палубе. Окей, плиз. Шеф сказал, что этот чертов курьер, вроде как врач Марина. Да какая разница? Она же единственная баба на этой посудине. Не перепутай. А, на ты. Марина! Где бриллианты? Ясас? Я вас не понимаю. Иди быстрее! Кто вы от меня хотите? Я вас не понимаю. Куда вы меня тащите? Отпустите! Отпустите меня! Я не хочу с вами никуда идти! Отпустите меня! Я же сюда положила. Точно. Да какие-то дворкмыряют туда потащили, а форма у них ненастоящая. Вот, а вот они. Стоять! Сказал, стоять! Скоро, рожи, стоматаж! Отпустите меня! Помогите! Не ходи за мной! Костя! 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 Чихайте вперед! Суперите ее! Костя! Костя! Курьер, это Марина! Да не дергайся ты! Стой! Костя! Вот так! Да все хорошо. Найдите врача и арестуйте! Сообщите Воеводину! Врача быстро в машины! Ну что? Я смотрю, эту икру вляпалась! Это не я! Меня заставили! Их надо найти! Пошли! Пошли! Это не я! Контрабандистка! Это не я! Ну что, гражданка Хаврина, вы задержаны за попытку контрабандной транспортировки алмазов! А Боцман-то у нас. Молодец! Настоящим драконом оказался! Да, Боцман у нас герой. Я считаю, ему премию надо выписать. Либо лучше медаль. А лучше то и другое. Да будет, все будет. Костя, сделаем. Надо же. Не думала, что ты на такое способен. Ну, выпей с командой. Боцман, товарищ капитан. А Нину, чего не позвали? Сейчас позову. Нина! А что ты здесь делаешь? Что не празднуешь? Все уже заждались тебя. Да как ты не празднуешь? Ну-ка, отставить и разводить сырость на Акамбузе. Стыдно, Нина. Можно сказать, морская волчица, а тут такие глупости. Ты же герой дня. Помнишь, первый день кашу не могла сварить, а тут ничего, приладилось. Весь экипаж, можно сказать, в экстазе от твоих этих кексов и борщ научилась варить. У меня даже после твоей овсянки язва утихает понемножку. На здоровье. Скажи-ка ты мне, зачем ты сюда коком устроилась, а? Мечтала увидеть закат на Санторине. Меня один грек в гости позвал. И вроде бы даже замуж. Решил на билетах сэкономить? Ну, так что твой жених? Ждет. На яхте. Завтра. Так что ты здесь делаешь? Зачем дело стало? Собирай вещички и завтра дуй к нему. Я тебе увольнение на сутки дам. Да пока плыли, как-то все так переменилось тут. И он, может быть, уже передумал. Так, название яхты знаешь? Мы свяжемся. Поедешь и сами разберетесь. Поменялось, не поменялось. Нос, видишь? Вот так вот сделай. Ап! Я так испугалась от тебя. Боялась, что тебя убьют. Я тоже испугался. У него и Водин предложение сделал. Ты рада? Да. Да, наверное. Я была тебе плохой женой. Да нет, почему? Нормальный. Просто... Каждому человеку в этой жизни дается шанс встретить другого человека. Главное, его не упустить. Это с Ниной твоей, что ли? Нет, у нее жених есть. С яхтой. Да, у меня шанса нет. Ну что, ждет он тебя? Пришлет твой грех за тобой катер завтра утром? Все-таки ждет. А ты что, не рада? Почему? Рада? Ну, давай, иди в каюту вещи собирать. Невеста. Ну что, вы с мамой помирились? Мишка, ты ведь уже взрослый мальчик. Ну, сам понимаешь, что... Угу. Мы с твоей мамой договорились, что... будем хорошими друзьями. У тебя будет новая семья с Ниной? Почему ты так решил? Ну, она ничего такая, симпатичная. И тебе вроде как нравится. Нравится ведь? Не, ну, нравится, конечно. Да и вообще-то, взрослая вещь, ты в этом ничего не понимаешь. Папа, не путайся в показаниях. Ты только что сказал, что я взрослый, а потом, что не понимаю. И чего же я, по-твоему, не понимаю? До того, что... Как ты говоришь, твоя симпатичная Нина, она... решила выйти замуж за другого. Но она же просто не знает, что она тебе нравится. Поговори с ней. Может быть, она передумает. Добрый день. Я рад приветствовать вас на борту своей скромной яхте. Калимера. О, Калимера, капитиму. Калимера. Здравствуйте. А вы тот самый знаменитый кондитер. Как хорошо, что вы успели на нашу свадьбу. А я Оля. Невеста Константинуса. Невеста? Угу. Мы с Константинусом познакомились год назад. В интернете. И он пригласил меня на свою яхту. Полюбоваться самым красивым закатом. А два месяца назад он мне сделал предложение. Да. Я даже не думала, что вот так вот можно встретить свою судьбу. О. А вы к нам из Афин? Нет. Я из России. На сухогрузе. О, Алифия. Ты что, пригласил кондитера из России? Ну да. Я спросил, она сказала, что не против. Ну почему нет? То есть, вам понравился мой торт на фото, а не я? Да. Вы мне тоже нравитесь, но я уже... Боже, какой красивый торт. Спасибо. Это чудесный подарок. Эвхаристумная. Бульёре айтур-тасас. Посмотрите, какой вы прекрасный закат. Вам что, не интересно? Почему? Очень красиво. Просто таким закатом нужно любоваться вместе с любимым человеком. Козьма Прудков, this is the captain speaking. Даль добро на швартовку, сутки на погрузку, разгрузку, потом домой. Нам тоже пора. А где Миша? Да с отцом, наверное. Миша! Ну где тебя носят? Мам, дядя Борь, а вы можете нам помочь? Ну попробуем, а что случилось? Да Мишка что-то надумал опять. Глупая затея. Да у нас наш кок, ну, Нина уехала, а папа беспокоится, как мы без нее обратно поплывем. Хочет вернуть. Да, от женщин на борту одни проблемы, ну, правда, и без них совсем край. А где ее искать-то, Нину? Так она на греческой яхте, я тут название записал, яхты этой, вот, пожалуйста. Ну, а-а-а, понятно. Ну что, поехали искать? Ну, поехали. Спасибо за содействие. Вам спасибо. Спасибо. Ну что, удачи тебе, Боцман. Спасибо. 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 Ну что, поближе подойти? Нет, не надо прыжать, тогда обратно на стухогрузку, давай обратно! Чуть-чуть не успели! Значит не судьба! Но ты же должен был попытаться! Простите, простите пожалуйста! Костя! Костя! Костя, я здесь! Нина, торты правда замечательные! Вам весело у нас? Очень! Мне кажется, мне домой пора возвращаться! Нина, не вольнюйтесь! К утру вернуйтесь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Тебе кто дал право на мою жену маньяка ловить? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Открываешь вообще! У нас на это существо ничего нет. Учись мыслить шире. Может, это вы их всех мочите, я не знаю. Что? Маша твоя из дома вышла. Надо понять, чего он хочет и куда он ее везет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok